Всем привет, и сегодня моя цель это выжить в заброшенном бункере 24 часа. И тебе наверняка интересно, почему же бункер заброшен. Ну а всё потому, что в 21 веке учёные придумали вирус, который мог превращать людей в сильных тварей. Но по неосторожности зараза распространяется по всему миру. Я смог выжить, и такие же люди, как я, спрятались в один из бункеров. Но вдруг что-то идёт не так, и моя цель это выбраться. Выбраться из бункера, в котором случилось нечто странное. Если честно, мне уже становится страшно. Но делать нечего, поэтому надо идти. Фух, я так понимаю, это моя комната, я тут живу один, и тут есть несколько кроватей, какие-то бочки, окей. Но, как я понимаю, они все, да, они все пустые, окей, хорошо. Это, ну что, это, это свечка, которую я могу зажигать. А чем? У меня даже нет особой зажигалки, странно. Но неважно. Какая-то самозажигающаяся свеча, хорошо. Также тут есть какая-то книжка. Это фонарик? Нет, нет. Блин, как же это бесит, склад закрыт. Если нет резервного питания, то, казалось бы, еще проблема, его включить в серверный. Но не тут-то было, дверь заперта. А пароль, который знает только админ, но его нигде нет. Эм, то есть, как я понимаю, у нас нету света, и двери заперты. Но пароль есть только у какого-то админа, да, это админ был написан, да, у какого-то админа. И самого этого админа нигде нет. Еще нам сказали то, что в этом бункере что-то произошло. Но я пока что ничего странного не вижу, помимо того, что я тут совершенно один. Видимо, что-то страшное произошло, и либо все подбежали, либо всех кто-то, эм, скажем так, разнес. Но кто-то был, я не знаю, и, возможно, они просто сбежали, потому что чего-то испугались. Странно то, что меня с собой не позвали, но окей, надо это выяснить, где же кто. А вентиляция, которая не открывается, хорошо. Возможно, надо ключ, окей, возьмем это себе на примету. Вот это вот что такое, это трубы, или что, ладно, неважно, погнали. Ой, а тут есть, получается, дверь, которую я открываю, и вижу какие-то странные, огромнейшие просто коридоры, хорошо. Так, эта бочка не открывается, эти бочки все не открываются, окей, буду знать. Так, ну, туда идти далеко, поэтому пойду вот сюда получше, да. Мне кажется, это самый выгодный вариант, окей, двери железные. Я так понимаю, что они, да, они не открываются, хорошо. Что у нас в этой стороне? Какая-то табличка, тут написано туалет, окей. Получается, тут есть раковины. Так, главное, чтобы только меня сейчас никто не напугал, потому что... Ё-моё, вы ничего не видели, я ничего не видел, всё, будем дальше спокойненько, получается, выживать. Окей, что у нас в этой комнате? Так, тут у нас сейчас чистенько, хорошо. Тут у нас, получается, да вы что, издеваетесь? Так, кто-то я за собой не убирает. Эх, жесть какая-то, ладно, давайте умоемся на всякий случай, окей. И получается, мне сейчас надо идти в другую сторону, потому что здесь вообще ничего нет. Так, тут заберто, хорошо. Опачки, соседняя комната, а тут тоже пусто, но тут есть бочки, в которых, опачки, мне дали какой-то топор, неплохо. Только вот вопрос, зачем мне топор, и откуда он тут? Вроде же как тут никого нет, тут безопасно, правда, тут вообще никого нет, даже выживших, но всё же. Никаких бандитов я тут не вижу. По идее, по идее, топор мне дали просто так. В любом случае, скоро мы об этом узнаем. Да, скоро мы об этом всё узнаем, окей, давайте прочитаем записку. Хм, я тут уже как 5 лет, завтра нас переселяют на этажи повыше. Ну, нам так сказали. Ладно, посмотрим, свой любимый топор я оставлю тут, чтобы вопросов ко мне не было. И помни, пароль это номер. А, это, походу, админ написал. И он написал, что, во-первых, их куда-то переселили на этаж выше, а почему-то до меня они не взяли, я не знаю, ладно. А во-вторых, то, что пароль это номер, но что за номер, я не знаю. Ладно, в любом случае, два Apple Times, все эти вот бочки, возможно, тут будет что-то полезное, но пока что я тут вообще ничего не вижу, да, тут пусто. Ну, может быть, какой-то номер есть под кроватью, но что-то тут как будто бы даже ничего нет. Ладно, пойдём посмотрим ещё в мою комнату, может быть, тут есть какой-то номер, которого я не увидел, но тут тоже ничего нет, интересно. Тогда вопрос, что за номер и о чём он вообще говорит, я не знаю. И подожди, он сказал, что его переселили на этаж выше, то есть, получается, это огромный бункер, так ещё и не одноэтажный, ещё и многоэтажный, серьёзно, но тогда вопрос, а почему тогда меня с собой не взяли, я не понимаю, окей. Фух, ладно, пойдёмте сюда подальше и будем искать номер где-то здесь, окей, тут написано столовая, хорошо. Тут тоже, как бы это странно, не было пусто, я могу посидеть тут, правда, в соло и без еды, но всё же. Фух, окей, получается, тут у нас какой-то телевизор, который не работает, тут у нас какой-то автомат, который тоже не работает, плохо. Интересно, давайте идём сюда за прилавок, потому что я думаю, что меня никто не наругает, так как тут никого нет, окей. Тут есть какая-то, так, надпись столовая закрыта, ага, конечно. Так, а бочка пустая, я понял, мне бы не помешало найти еды, но пока что я не знаю, где мне её взять. И на всякий случай буду ходить с топором в руках, потому что мне стрёмно, так, тут уже пароль, да. Блин, админ сказал то, что пароль, да какая-то надпись, но что за надпись, я в душе не знаю, что это такое, это неработающий генератор или что-то типа того, окей. Хм, да, ладно, погнали в другие комнаты, что у нас здесь имеется. Так, окей, в этой комнате только одна бочка, и больше ничего нет, так, вентиляция тоже не открывается, а это что у нас такое? Это кнопка, похоже реально на кнопку, но она не нажимается, ладно. Давай откроем эту бочку, и тут есть записка, пароль перезагрузки питания, 1-9-9-9, опачки. Вот это уже что-то, это пароль от какой-то перезагрузки питания, но чтобы мы не попасть в эту перезагрузку питания, мне надо для начала пройти через двери, которые где? Тут слишком много закрытых дверей, и я в душе не знаю, в какие из них мне нужно пройти, давайте попробуем пойти в самое начало и открыть вот эти вот наши самые первые двери, окей. Получается, а, тут даже нету никакого пароля, чтобы его написать, окей, то есть мне нужно найти комнату, где есть пароль, и одну из таких комнат мы видели только вот где, я не помню, сейчас я всё найду. Так, ну тут же нет пароля, нет, тут его нет, возможно где-то вот здесь он был, опачки, да, отлично, так, 1-9-9-9, открываю. И ничего не работает, а, да, подождите, а как это, как это работает? 1-9-9-9, ну типа я всё, готово, и ничего не открывается, явно это не комната перезагрузки питания, потому что пароль здесь не работает, окей, погнали искать другую комнату. Кстати, тут в коридоре ещё одна вентиляция, и мне что-то подсказывает, что скоро нам нужно будет по ним ползать, но, фух, кто его знает, окей, погнали дальше. Пока что я хочу осмотреть абсолютно все комнаты и все бочки, которые здесь есть, так, тут она пустая, хорошо. Так, здесь у нас что-то, здесь у нас, опачки, это пистолет, серьёзно? Пистолет? Нафига мне пистолет? Это первый вопрос, а второй, а как стрелять? Я могу прицелиться и, то есть, по идее, я могу выстрелить, опачки, нет патронов, хорошо. Но у меня есть магазин для этого пистолета, и мне нужно как-то его перезарядить. Например, если я нажму на кнопочку R, то, да, отлично, я перезарядился, и теперь, фух, у меня есть 8 патронов, хорошо. Так вот, нафига мне они, и против кого я тут буду сражаться? Я не знаю, тут пока что никого не вижу. Эм, охрана, комната охраны, это комната серверная, опачки, мне кажется, это и есть серверная, там, где перезагрузка питания, но тут нету пароля. То есть, я так понимаю, то, что мне нужно ввести эти цифры вот сюда, и если я их введу, то ничего не произойдёт, я понял? Значит, это тоже неправильная дверь. Ну, а где же правильная? Ничего-то я не понимаю. Куда мне вводить эти 4 цифры? Тут написано, пароль перезагрузки питания, по идее, перезагрузка питания должна быть вот здесь, вот в серверной, но серверная не открывается. Как это понимать, я в душе нечаю. Хотя, возможно, надо кинуть бумажку сюда, эм, эм, что? Мне её вернули, значит, значит, нет. Нет, странно, это работает, окей. Что у нас тут имеется? Выход только с пропуском. Подождите, я же осмотрел уже, получается, все комнаты, и нигде этот пароль не подходит. Вопрос, что мне делать? Может, надо нажать на 0? Нет. Может быть, Enter? Нет. Что-то не так, может быть, пробел? Тоже нет. Как это работает? Ну, я так понимаю, то, что просто у меня пароль не тот, окей. Получается, мне нужно найти комнату с тем паролем, который у меня в записке, но больше комнаты я здесь не вижу, правильно? Да, тут больше ничего такого нет. Ладно, по-быстрому сейчас осмотрю остальные комнаты, может быть, я где-то не нашёл какую-то бочку или записку. Сейчас всё по-быстрому осмотрю. Тррррр. Эм, я осмотрел абсолютно все комнаты, абсолютно все ящики, и не нашёл буквально ничего. Вопрос, что мне делать? Я в душе не чаю. Может быть, я смогу топором какую-нибудь снимать дверь? Так это не работает. Видимо, нет, не смогу. И что мне делать? Ну, здесь какая-то стрелочка, и явно мне сюда нужно что-то кинуть, но бумажка эта не подходит. И это странно, потому что она должна подходить. И написать сюда ничего не могу. Вот я типа пишу, и ничего не происходит. Я нажимаю на все кнопки, и дверь просто не открывается. Вопрос, почему? Я не знаю. Ну, окей, допустим, что это пароль именно от перезагрузки питания, не от двери. Хорошо, тогда вопрос, где мне взять от двери пароль? Потому что я всё осмотрел, и тут нигде ничего нет. И вентиляции 100% не открываются. Хотя, есть один вариант, который я ещё не попробовал. Я могу, по идее, взять, получается, свой топор и попробовать открыть вентиляцию с помощью топора. И, возможно, это у меня как раз-таки получится. Окей, можно попробовать. Хорошо. Получается, пытаемся сломать что-нибудь. Вот эту вот, допустим, штучку, и... Нет, ничего не работает. Отлично. Может быть, двери эти надо сломать? Нет, тут тоже не работают. Блин. Может быть, что-то здесь имеется? Явно, это тут не просто так стоит. Может быть, топором её сломать? Может быть, её толкать? И, чтобы ты понимал, я бегал, наверное, типа минут 15-20. Просто смотрел везде, где только можно было посмотреть. Исследовал абсолютно каждый блок этой карты. И, в итоге, всё-таки, я кое-что, да, увидел. И ты будешь в полном шоке от того, где же я нашёл пароль. Чтобы ты понимал, я хотел просто уже закинуть этот бункер и просто жить здесь. Без еды, без ничего, просто умирать, короче, да. Но, я кое-что увидел. Ты только посмотри на это. Это явно какие-то цифры. 1, либо 9, либо 0, 9, 1. Получается... Фух, зима, как же они спрятали эти цифры? И, главное, зачем это сделали? Я не знаю. Какой-то странный. У нас админ, который спрячет какие-то пароли в стенах. Это максимально ненормально. Хорошо. Получается 1, 0, 9, 1. Получается... Нет, значит, 1, 9, 9, 1. Да. Фух, неужели... Что? Что? Человек с отрубленной ногой? Это кровь? Что? Чего, блин? Чего, блин? А вот это вот уже максимально интересно и странно и страшно. Потому что... Потому что тут явно что-то очень-очень ненормальное происходило. И мне кажется, что недавно, потому что кровь как будто бы очень даже свежая. Вот теперь мне реально становится страшно, и я не хочу ходить без пистолета. И, кстати говоря, тут есть очень много разных бочек. Давайте-ка смотрим все. Окей, тут у нас всё пусто, тут у нас всё пусто. Серьёзно, если тут даже не будет еды, это будет максимально странно. Хотя нет, они могли просто уйти и забрать ему всю еду. Но если тут какой-то труп, и они уходили явно в спешке, то они не могли забрать всю еду. И тут 2 варианта. Либо кто-то съел... Что это? Первый уловень. А, это карта доступа к двери. Неплохо. Короче говоря, да, тут явно кто-то был. И если тут нет еды, её явно кто-то съел. Потому что наши уходили в спешке, и тут ничего нет. Но тут есть какая-то записка. Так, тут ничего нет, да. Тут ещё нет, окей, записку читаем. Еды мало, склад закрыт. Чтобы открыть склад, нужно перезагрузить питание. А там какая-то твай сидит. Нам пришлось съесть одного из болеющих даунизмом. Это его люди съели? Серьёзно? Я с ними жил в одном бункере и не знал о том, что они каннибалы? Серьёзно? Если что, каннибалы, это те, кто едят людей. Но я не думал то, что мои друзья будут такими, которые едят людей, едят своего собрата, едят своего друга. Не знаю. Ладно, ладно, окей, тут получается. Теперь надо опасаться абсолютно всех. И, фух, на записке написано то, что где-то в генераторной сидит какой-то монстр, какая-то тварь. Я не знаю, что это там будет, но я туда явно идти не хочу. Но так как у меня нет еды, совсем скоро я могу просто умереть от голоду. Мне срочно нужно туда пойти. Благо, у меня есть пистолет. И, фух, я что-то даже могу сделать. И я забыл пароль. Стоп, а почему дверь закрылась? Я... Так, я могу посмотреть пароль? Я не могу посмотреть пароль. Серьёзно? Окей. Фух, ё-моё. Вот сейчас реально стрёмно. Надо вспоминать пароль. А я его вообще в душе не помню. Да, это... Это огромная проблема. Я сам себе сделал просто величайшую проблему по вселенной. Попросту забыл пароль. Какой же я молодец. Ладно, я сейчас буду просто подбирать какие-то рандомные цифры. Но я помню то, что там было 1 и 2 девятки. Трррр. Ага, пароль 1-9-9-1. А я перепробовал абсолютно всё, кроме 1-9-9-1. Какой же я молодец. Ладно, выходим из этой комнаты и смотрим, что у нас есть далее. А, далее нам нужно пойти с тобой в эту комнату генераторной. И как сказал один человек, здесь есть какой-то... Не знаю, какая-то тварь. И я очень не хочу на самом деле сюда заходить. Но мне кажется, что выбора у меня попросту нет. И это явно нужно сделать. Ну а зайду сюда уже в следующей серии. Потому что видео получилось довольно долгим. И надеюсь, что со мной ничего страшного не произойдёт в этой комнате. Окей, всё тогда. Спасибо за просмотр большое. Пожалуйста, подпишись на мой Телеграм-канал. Потому что с Ютубом могут возникнуть некоторые проблемы. О которых уже, мне кажется, все знают. Да, и вам могут попросту заблокировать. Но в Телеграме мы с тобой 100% не потеряемся. Поэтому буду тебя ждать. По ссылке в описании. Да, Телеграм там, короче. Ну а также подпишись на канал и поставь колокольчик. Потому что так ты 100% не пропустишь следующий ролик. Который выйдет уже скоро. Ну и получается то, что до новых встреч. И пока.